Сегодня я хочу затронуть тему перееданий и различных зависимостей с точки зрения способностей. Мы не будем касаться психологии, мы не будем касаться того, как психология работает с различными зависимостями. Я бы хотела рассмотреть здесь другую сторону вопроса, психосоматическую, скорее всего, и вопросов, которые психология не рассматривает при лечении, зависимостей, созависимости и так далее. Почему на химическом уровне организм начинает заедать? С точки зрения механики, заедание, сам этот процесс, сам паттерн, сама стратегия заедания, она находится в эмоциональном центре дизайна человека. Чаще всего заедают люди, у которых есть активации в эмоциональном центре. Первое, самое элементарное. Желудок – это желудок, эмоции – это эмоции, еда – это еда отдельно, чувство – это чувство. Попробовать прям разделить, потому что очень много людей заедают из-за того, что они чувствуют намного больше, чем могут понять. Понять, да, эмоциональный центр, он так устроен, что мы начинаем взаимодействовать с человеком. Даже еще перед тем, как мы начинаем говорить с человеком, мы уже с ним взаимодействуем на вот этой эмоциональной волне. Эмоциональная волна – это определенная вибрация, определенная песня. Вот представьте, что вы – песня там. Представьте, что встретились две песни. Одна в одном ритме, другая в другом ритме. И вот одна песня начинает считывать ритм другой песни. Вот так как люди, к примеру, очень эмпатичные, очень чувствующие эмоционально, они начинают чувствовать ритм другого человека, еще не начав с ним разговаривать. Вот представьте, что у вас есть такая история, что совершенно точно вы начинаете чувствовать другого человека еще до того, как вы с ним заговорили. И в вашем теле начинается реакция. Реакция определенная. Как правило, люди, которые заедают, им сложно именно в момент вот этой реакции. Им сложно представить, что эта реакция вообще не имеет к ним лично никакого отношения. Это их реакция на другого человека. Это реакция тела. Конечно, это реакция солнечного сплетения и все, что здесь ниже. Это живот, это вообще самое-самое-самое место. Вы же понимаете, оно там, там костей нет просто, понимаете. Там меньше костей. Там все очень мягкое, все очень чувствительное. И вы начинаете чувствовать человека вот этим вот местом. И что вы там начинаете, как мозг начинает это трактовать. Я так много чувствую, мне кажется, я голодный. Мне кажется, я хочу кушать. И на самом деле у вас есть большая склонность переедать, когда вы находитесь, и рядом с вами человек 10 разной тональности. Каждый на своей волне, у каждого внутри своя песня какая-то играет, и у каждого внутри свой ритм. И человек, представьте, такой эмпатичный. Он, оказавшись в такой вот тусовке, от переизбытка того, что он чувствует, от того, что он не привык. Он не знает, как вообще это все переваривать. Он не знает, как это все трактовать. Что первым делом делает человек, если это вот это место. Если он чувствует вот этим местом вот всем. Он начинает это забивать туда, чтобы занять организм чем-то привычным и понятным. Потому что еще нет понимания, что я только что попал в какой-то рейв нахрен, где просто 10 песен одновременно играют. Это какая-то какафония. И я просто чувствую каждую песню по отдельности, и все их вместе. Это просто какой-то котел с, блин, непонятно чем. Понимаете, вот примерно так чувствуют заедающие люди, чувствуют других людей. И вот эти вот эмоции. Когда мы это не осознаем. Я вот была таким человеком, который это не осознавал. Генетика мне немножко здесь помогла. Генетика работала на меня, хотя я была приличного веса. Особенно, когда там рожала детей, производила на свет детей. У меня, конечно, потрясающее тело. Там пентхаусы детские были у меня в животе. И после родов я очень много заедала. Я помню, что я не могла сбросить вес, потому что я заедала. Я заедала. У меня были абсолютно разные эксперименты вообще с питанием, с весом и так далее. Сейчас у меня норма, потому что я понимаю и химический процесс, химическую сторону процесса. После каких событий мне хочется заедать. В какой момент это становится привычкой для моего организма. Организм, конечно, в какой-то момент он начинает привыкать, что просто много еды постоянно. Много еды, все сладенькое, все вкусненькое, все мучное, все тортики, мороженое, жирненькое. И организм, вы в какой-то момент начинаете терять эту чувствительность, такую сильную чувствительность. Потому что организм постоянно, живот чем-то занят. А если живот чем-то занят, он меньше фокусируется в огне, он меньше чувствует. Здесь можно посмотреть еще эзотерическую сторону. Что, конечно, такие люди, которые такие чувствительные и которые склонны заедать, запивать и так далее, это люди, у которых внутри есть какое-то ясно чувствование, есть какие-то способности. В своей нулевой базе это просто люди, которые слышат музыку других людей, слышат ритм других людей. Поскольку это разный ритм, разная эмоциональная тональность. Самый быстрый способ с этим справиться, самый быстрый способ вашего тела с этим справиться, это заедать. Это занять вот эту площадь чем-то. Если вы займетесь исследованием себя, изучением вообще, как там внутри, а что там на самом деле у меня внутри происходит, вы можете обнаружить, что вам хватает одного-двух приема пищи в день, и это очень легкая еда. А остальное вы насыщаетесь от совершенно других процессов, не от еды. У вас организм, вот у таких людей эмпатичных, у таких людей чувствительных, организм способен жить на совершенно другом топливе. Вам лишь достаточно определенную дозу витаминов, БАДов, которые нужны, микроэлементы и так далее, и какое-то полноценное, такое классное здоровое питание. Не обязательно есть брокколи каждый день. Есть вариации, я в этом тоже очень много экспериментирую с питанием, тоже нахожу по сезонам, нахожу свои какие-то мэчи, которые мне нравятся. Я могу там 2-3 недели питаться примерно одинаковым набором продуктов, и мне этого хватит. Но это дорогие классные продукты сейчас, когда я понимаю смысл того, что я даю своему телу, и как оно мне классно служит при этом. Когда я ему даю то, что ему нужно, насколько тело классно мне служит, насколько классно я могу чувствовать, насколько классно я могу опережать какие-то события, насколько классно я могу сгруппироваться, когда рядом со мной человек, условно в негативе, или человек идет ко мне, и уже он хочет что-то там. Не знаю, он идет с какими-то плохими мыслями, но пока он ко мне подходит, он будет снижать градус. И он ко мне подойдет, он будет уже в нейтральности. То есть это тело, это состояние, и это смягчать, смягчать вокруг себя вот это свое энергетическое поле. И когда человек другой подходит, к примеру, она в негативе, он подходит, и оно снижается. Вот негатив просто, он, человек выдыхает, он забыл, с чем он пришел, он просто говорит, как классно, можно я просто посижу здесь. Так тоже бывает. Так вот, те, у кого заедание. Поймите, что вы не сможете избавиться от этого, посадив свое тело на диету. Для тела это максимально небезопасно, и тело скажет, стоп, но ты хочешь мне ограничить вот все то, на чем я живу, и если ты не займешься мной тогда, если ты не будешь тогда меня слушать, если ты не будешь со мной работать, то мы начнем разрушаться, мы начнем болеть. Потому что для тела заедание пока что, если вы заедаете, да, для вашего тела пока это способ самосохранения, это способ вообще выжить, выжить. Если вы ничего с этим не делаете на уровне, здесь понимание, на уровне внутренней гигиены, то есть чистота своих мыслей и так далее, на уровне осознавания, что с вами происходит, на уровне, где мои эмоции, где моя еда, где при этом мои чувства, где все остальное, где все остальные люди, и что, вот то, что я чувствую, что было не мое, я могу это просто раздать всем назад, сказать спасибо. процесс самоочищения, если нет процесса некой группировки, когда все-таки в вашем поле появляется человек, и он в негативе, или появляется человек, но он в другой эмоциональной тональности, и такое тоже может быть. У вас эмоциональная тональность, к примеру, там, ре минор, а у человека до мажор всегда. Ну вот, и у вас будет, и у вас будет небольшой все равно всегда человек просинкрон, но при этом вам нужно с ним взаимодействовать. И вот в таких моментах вы просто будете знать, как себя немножко сгруппировать, защитить условно, да, чтобы потом не заедать после этого человека, не забрать с собой мешок эмоций, которые вообще создались, вот, ненужные вам, ненужные абсолютно, и вы просто будете спокойно с человеком расставаться, спокойно с ним взаимодействовать, зная, что вы на разных тональностях, и это ок. Именно поэтому вы вместе, вы можете что-то друг другу дать. Я не знаю, будет ли это для вас, для вашего восприятия, легко или сложно. Я могу сказать одно, что запивать, заедать иногда, вот в таких случаях, когда это гиперчувствительный человек, и он не занимается распаковкой вот этих вот всех вещей в себе, и просто не осознает или не знает, и может быть вам повезет, и вы увидите это видео, и скажете, блин, со мной все ок. Я перестану заедать, когда пойму, как со своим животом подружиться, что же в нем еще такое есть, что же это такое моя чувствительность. И тогда ваше тело, оно автоматически будет сбрасывать ваш аппетит, ваш желудок, он автоматически начнет работать корректно, так как вам нужно, когда вы будете еще себя поддерживать тем, что вы понимаете, что с вами происходит. И можете вовремя себя забрать из каких-то событий, вовремя дать себе отдохнуть, почилить в ванне, или устроить себе выходной день в будний, пойти и отвезти себя в баню, потому что вы понимаете, что ваше тело в течение трех дней подряд было в максимальной нагрузке, обслуживая чьи-то эмоции, обслуживая не только вас, но и обслуживая людей вокруг. Ну, условно обслуживая, да, вы понимаете, о чем я говорю. Нужно понимать, что вы взаимодействуете с людьми не только глазами, не только ушами. Вы взаимодействуете всем телом, всем телом абсолютно. И то, что оно чувствует, очень часто вы игнорируете, вы этим не занимаетесь, а потом говорите, я заедаю, я хочу от этого избавиться. Нет, так это не работает. Это так не работает. Избавляться от этого не нужно, это нужно корректировать очень мягко, понимающие, поисследовать себя, понять откуда, понять причинно-следственную связь, простить себя, простить искренне себя, что пока вы так умеете, это ок, это ок. Но этому есть другое, альтернативное решение, чем сажать себя на какие-то жесткие диеты. Вот так. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.